Генерал-майор милиции в отставке Алексей Симко отмечает юбилей. Председателю общественного совета при межмуниципальном управлении МВД России Люберецкая исполняется 85. Вместе с юбиляром страницы его биографии перелистывали мои коллеги. Его детству пришлось на военные годы. Отец погиб на фронте, мать одна поднимала пятерых детей. Алексей окончил школу и вскоре получил повестку в армию. Нас отправили на Целину, Казахстан. На машинах повезли в поля, где мы должны были заниматься уборкой сена и урожая. И вот поля, представьте, как Чёрное море. Смотришь, только ковыль. И ковыль ветерок дует, и вот так волны идут. Такая красота! Через полгода вместе со служивцами поступил в школу младших авиационных специалистов. Получил специальность авиамеханика и был направлен в Приморский край. Служил в полку тяжёлой бомбардировочной авиации. После демобилизации отправил документы в Ростовский инженерно-технический институт. Но опоздал с поступлением. Однополчанин предложил поступить в Московский университет имени Ломоносова. И вот приехал я. Это уже в МГУ. Значит, там ещё были солдаты. Это незнакомые мне ребята. Мы, говорит, давайте сфотографируемся. Познакомились, давайте сфотографируемся на память. Наверняка мы учиться здесь не будем, но хоть память останется. Но Алексей поступил и успешно окончил юрфак. Стажировку проходил в Московской прокуратуре. Как начинающему следователю ему доверили дело, в котором фигурировал бывший прокурор. И вот на него возбудили дело. Дело в суд, суд на доследование. В суд, суд на доследование. И мне пришлось возиться. Ну, я составил план следственных действий. Ну, короче говоря, я доследование сделал дополнительное. И обвинение предъявил, и обвинительное заключение составил. И в суд дело ушло. И его потом всё-таки, по-моему, осудили. В Москве молодой следователь работать не остался. Уехал в Каширу, к супруге. Здесь отработал 6 лет и перешёл в Люберцы. О трудовых буднях Алексея Симко в Люберецком УВД знают. К напутственным словам генерала всегда прислушиваются. Вы должны стоять на страже закона. И всем, кого обидели, помогать. Это музей Люберецкого УВД. Алексей Алексеевич стоял у истоков его создания. Здесь милицейская форма разных лет, огнестрельное оружие, награды и личные вещи отличившихся сотрудников. В том числе и Алексея Симко. В 70-м году Алексей Алексеевич назначен начальником отделения милиции города Люберцы. Наверное, тяжелее работы я за свою жизнь не испытывал. Это были самые тяжелые, самые трудные годы. Нагрузка была бешеная. С работы хоть не уходи. Сиди 24 часа в сутки. Позже Симко возглавил Мытищинское УВД. Был заместителем начальника главного управления по Московской области. Когда по выслуге лет ушёл в отставку, стал заниматься общественной работой. Проводил встречи со школьниками, выступал по телевидению. В 2011 году возглавил созданный при Люберецком УВД общественный совет. Поздравления в адрес юбиляра уже поступают. Одно из первых – от его коллеги по общественному совету, генерального директора телеканала ЛРТ Екатерины Дегтярёвой. Здоровья, крепкого, радости, побольше позитива, чтобы всё вообще было всё-всё-всё хорошо. Спасибо. Поздравляю вас. В органах внутренних дел Алексей Симко прослужил более 30 лет. За годы службы награждён восьмью правительственными наградами. Удостоен звания почётный работник МВД СССР.